Методов уберечься от незапланированной беременности в современном обществе достаточно много. Сегодня медицина владеет большим арсеналом контрацептивов, и это дает возможность подобрать способ предохранения от беременности в соответствии с требованиями практически любой пары. В идеале метод или препарат контрацепции должен назначать врач-гинеколог. Но все-таки быть в курсе преимуществ и недостатков того или иного способа контрацепции должна каждая женщина. Об этом мы поговорим сегодня. К радости моей к нам в гости пришла Светлана Бергал, врач-акушер-гинеколог 1-й Самарской частной клиники. Здравствуйте! Здравствуйте, Инесса! И кроме всего прочего, узнала, что тема нашей сегодняшней программы, ну, любимый конек, да, излюбленная и проверенная тема нашего доктора, поэтому сегодня все консультации получим абсолютно профессиональные. Стараюсь. А вообще, как давно существует история контрацепции? Я читала в интернете, что чуть ли еще не в Древней Африке применялись какие-то средства. Да, на самом деле история контрацепции насчитывает очень-очень много веков. Как только люди стали понимать таинство рождения, таинство возникновения будущего потомства, они стали беспокоиться о том, чтобы это получалось в зависимости от их желаний. И науки известны из археологических раскопок очень многие средства, которые использовались в те годы. Ну, там, они некоторые даже смешны. Там использовались какие-то части тела крокодила, какие-то растения. Ну, в частности, например, лист банана использовался для введения в организм женщины, чтобы он препятствовал проникновению мужского семени в женский организм. То есть это различные останки животных использовались, различные кости животных использовались для введения в полость матки. И находились останки этого в мумиях древнеегипетских. То есть на самом деле все это было очень поразительно, возможно, и небезопасно для женского организма. Но уже тогда наши предки пытались регулировать рождаемость. Ну, я, кстати говоря, еще читала о том, что применяли для этого даже ртуть. Вот, честно говоря, я не поняла, каким образом, ведь это же очень ядовитое вещество. Да. Ртуть использовалась как химическое средство контрацепции. При введении ртути в полость матки она вызывала такой сильный ожог, что умирала внутренняя слизистая оболочка, и, соответственно, женщина не могла забеременеть. Никогда. Или все-таки это восстанавливалось? Ну, сложно сказать. Я не знакома с исследованиями. В настоящее время, я думаю, никто из женщин не согласится на проведение подобного эксперимента. Возможно, восстановление женского организма, оно тоже иногда не имеет границ. Но на какой-то период времени женщина не могла забеременеть. Представители каких-то ортодоксальных вероисповеданий отрицают применение контрацептивов, но руководствуются тем, что нужно рожать столько, сколько дает Господь. И, в общем-то, ну, наверное, если есть возможность рожать именно столько, так и хорошо, да? А другая сторона применения контрацепции? Другая сторона применения контрацепции в древние века, да, так и было. Женщина рожала столько, сколько ей давал возможность на то Господь. И что при этом происходило? Женщины часто болели, очень рано умирали в родах, да? Очень высока была в те времена материнская смертность. А сейчас современные женщины, они совершенно другие. Мы даже, я могу сказать, совершенно другие. Мы долго учимся, достаточно поздно выходим замуж. И, соответственно, поздно, после того, как мы достигли какого-то определенного места в жизни, какой-то карьеры, мы только тогда задумываемся о деторождении. И дабы не утратить к этому периоду времени свое здоровье, для этого и существует, наверное, контрацепция. Чтобы регулировать рождаемость, чтобы дать возможность семейной паре родить детей именно тогда, когда она этого хочет. Чтобы эти дети были желанные, чтобы они были здоровые. Только в здоровой семье рождается здоровый ребенок. Так что вот, на мой взгляд, вообще контрацепция имеет такую обратную сторону медали, как рождение здоровых, желанных, долгожданных детей. Но в нужное время для семьи. Ну да, и нужно еще учитывать тот фактор, что люди, которые пренебрегают способами предохранения, либо не имеют грамотной какой-то информации об этом, дело нередко заканчивается еще и медицинским абортом. Даже если сейчас не говорить это с духовной и психологической точки зрения, то, в общем-то, для здоровья тоже ничего полезного. Вообще долгое время в Советском Союзе, к сожалению, аборт был одним из их основных, механизмов регуляции рождаемости. Я вот прямо с содроганием говорю об этом. И когда ко мне на прием приходят пациентки поколения 60+, на сегодняшний момент, они, как правило, когда я собираю анамнезы, спрашиваю о их прошлой жизни, и они наряду с двумя-тремя родами упоминают энное количество сделанных абортов. А современное поколение, к счастью, ведет себя совершенно по-другому, задумывается загодя о контрацепции. И очень многие мои современные пациенты не знают, что такое аборт, и, надеюсь, никогда не узнают. То есть вы считаете, что в этом плане грамотность у современного поколения женщин выше? Намного выше, да. Контрацептивные препараты – это, в общем-то, как всем понятно, средства, предупреждающие беременность. Каким условиям они должны отвечать? Ну, на мой взгляд, тут много должно быть условий. Первое – они обязательно должны быть безопасны для женщины. Это основное. Второе – очень важное. Это надежность метода контрацепции. Третье – контрацепция должна быть удобна. То есть женщина не должна напрягаться, принимая тот или иной контрацептив. Вот это вот три основных кита, на которых базируется современная контрацепция. А как все-таки тогда выбрать правильно препарат? Понятно, что не надо делать это самостоятельно, наверное, скорее всего. Лучше посоветоваться со специалистом. А вот на основании чего вы предлагаете методы контрацепции? Ну, здесь очень много факторов. Мы учитываем. Значит, первый фактор – насколько надолго женщине нужна контрацепция. Кому-то она нужна на полгода. Вот буквально вчера ко мне обратилась пациентка. У нее планируется бракосочетание в августе. Она планирует только после этого начало своей интимной жизни. Сейчас все больше и больше людей ставят в начале брак, потом начало интимной жизни, так, как было с древних времен. И рождение ребенка она планирует только через полгода. И я должна подобрать ей контрацепцию на полгода. В данной ситуации наиболее удобно воспользоваться современными гормональными контрацептивами. Дело в том, что их использование – одна упаковка на один месяц. И если пациентке нужно предохраняться в течение шести месяцев, соответственно, мы подбираем подходящий для нее препарат. В течение шести месяцев она их принимает. Потом препарат отменяется, и наступает то, что должно произойти, и наступает долгожданная желанная беременность. Во-первых, потрясающая сознательность вашей этой пациентки. Еще не вышла замуж, а уже планирует, что вот только тогда ты будешь рожден. Я тоже плавочу рада. Здорово, конечно. Ну и раз уже вы заговорили о гормональных контрацептивах, то сразу же и вопрос на эту тему. Вот поколение тех, кому сейчас 60-50 женщин, наверное, помнят, что когда заходила речь об этом, то это был сразу испуг. Боже мой, принимать таблетки противозачаточные – это значит, что? Это значит, что ты непременно поправишься. Это значит, что у тебя там может возникнуть какая-то где-то опухоль. Это может… Ну, то есть вот этих «может» и страхов было очень много. На чем они основывались и есть ли они сегодня? Вообще сегодня исполнилось в этом году 55 лет первой таблетки. И эволюция контрацептивов шла с того, что большие дозы гормонов подавляли работу яичников. То есть на чем основано действие контрацептива любого – это подавление овуляции. У женщины не происходит созревания яйцеклетки, нет яйцеклетки, нет беременности. Постепенно наука развивалась, и были получены данные, что не нужны такие большие дозы гормонов, а достаточно и значительно меньше. То есть, для примера, первые контрацептивы содержали 100 миллиграммов гормонов. Сейчас счет идет на микрограммы. И если вначале использовались только искусственные гормоны, то последние современные контрацептивы содержат натуральные гормоны. Все натуральное, конечно, значительно лучше искусственных. Натуральные гормоны, они практически не вредят пациентке, они не влияют на ее метаболизм, то, о чем вы сейчас только что говорили. То есть, прибавка массы тела на фоне их приема не возникает. И современные контрацептивы, они несут очень много плюсов, наоборот, в жизни женщины. Интересно, каких? Известен такой термин – бьюти-контрацепция. Да, я хотела спросить вас, что это? Значит, это контрацепция, бьюти – это что? Бьюти – прекрасная. То есть, контрацепция, которая увековечивает и несет в себе женскую красоту. Ни для кого не секрет, что женская кожа в разные периоды своей жизни испытывает стрессы, да? То есть, например, на коже юных девушек появляются высыпания в виде прыщей или акне, как мы их называем по-медицински. А на самом деле бьюти-контрацепция помогает улучшить состояние кожи, то есть избавить кожу от наличия этих акне. Сразу девушка становится прекрасной, так как ее кожа очищается. Также некоторые девушки, женщины сталкиваются, что у них изменяется, появляются некоторые признаки чего-то мужского, да? Мужские гормоны оказывают отпечаток. И есть такой термин медицинский – гиперандрогения. Когда у женщины возрастает количество мужских гормонов, это приводит к повышенному оволосению, к появлению тех же высыпаний прыщей по типу акне. Так вот, современные контрацептивы обладают антиандрогенными свойствами, то есть снижают уровень мужских гормонов. И, соответственно, все эти проявления нивелируются. Женщина приобретает свой красивый, должный женский образ с чистой кожей. Ну, получается, что тогда можно эти таблетки попить и не с целью контрацепции, а просто чтобы быть красивой. В принципе, да. В принципе, да. После тщательно проведенного обследования на стыке гинекологии и косметологии есть такая наука, эстетическая дакринология, когда мы используем подобные препараты для лечения заболеваний кожи, в частности, акне. Я думаю, препятствием для приема именно таблеток является еще и то, что некоторые женщины боятся забывать принимать вовремя таблетку. Это же нужно делать ежедневно в одно и то же время. Да, это на самом деле целая проблема. Потому что большинство девушек, женщин отличаются. Так называемая девичья память, она свойственна. Но я здесь, как правило, что рекомендую? Связывать прием препарата с чем-то привычным. Но никто же из нас не забывает каждое утро чистить зубы. Постепенно считается, что в течение, по-моему, по Павлову через 21 день развивается инстинкт. То есть первый месяц приема, и этот навык, он в голове откладывается. На самом деле, действительно, конечно, женщины забывают. И тоже наука шла вперед. Были разработаны пролонгированные, так называемые, методы контрацепции. То есть контрацепция не на один день, а контрацепция на один месяц, на один цикл, на годы. А внутриматочная контрацепция, она создана для использования в течение пяти лет. Есть на сегодняшний день гормональный препарат, который используется в течение трех лет. Это препарат в виде импланта. Он вводится под кожу женщины в виде такого небольшого контейнера с препаратом. И препарат всасывается через кожу и влияет на организм женщины, не давая наступить нежеланной беременности. Ну, вот так со стороны слушаешь, это, видимо, очень удобно один раз там... Поставила, забыла. ...сделать это, да. Но, наверное, тоже не всем подходит такой метод. Да, конечно. Вот, в частности, внутриматочную контрацепцию мы рекомендуем для использования только у пациенток после родов. На самом деле, внутриматочная контрацепция на сегодняшний день существует препарат, он как бы находится на стыке внутриматочной и гормональной контрацепции. Это такая внутриматочная гормональная система, которая выделяет гормоны непосредственно в полость матки. При этом мы пользуемся всеми преимуществами гормональной контрацепции и в то же время не нужно препарат принимать ежедневно. На протяжении пяти лет препарат работает. Какие... Ну, мы с вами говорим вот о гормональных препаратах, но, наверное, существует значительно больше методов контрацепции на сегодняшний день. Вообще, насколько это разнообразие велико? Ну, вы знаете, на сегодняшний день гормональная контрацепция из надежных препаратов наставляет, наверное, 90%. Еще к надежным препаратам, помимо гормональной контрацепции, относится хирургическая стерилизация. Этот метод контрацепции, который я лично не совсем часто использую в своей практике, потому что он, к сожалению, необратим. А жизнь не стоит на месте, в течение жизни все что угодно может произойти, может возникнуть потребность где-то рождения и в зрелом возрасте. Все что угодно может быть, и новая любовь, и, к сожалению, какие-то проблемы в прошлом, да, с прошлыми детьми. Ну, не хочу говорить о плохом, но, на мой взгляд, все-таки контрацепция должна быть обязательно обратимой. Чтобы женщина не лишалась. Вы сейчас говорите про хирургический метод, да? Да, этот метод, он заключается в перевязывании маточных труб, и тем самым нарушается возможность встречи яйцеклетки сперматозоида, то есть возможность оплодотворения. Вот. Этот метод, на мой взгляд, слишком жесткий. Есть как женская, так и мужская хирургическая стерилизация, да, даже слово стерилизация такое достаточно грубое, серьезное, поэтому... Ну, у нас же медицинская программа. Да, да, да. Вот. Ну, я стараюсь не прибегать и не рекомендовать своим пациенткам этот метод контрацепции, потому что кто знает, что будет завтра. Сталкивались мы с разными в практике случаями, когда пациентки, выполнив хирургическую стерилизацию, там, через пару-тройку лет встречали новую любовь, и приходилось прибегать к процедуре ЭКО, экстракорпорального оплодотворения, дабы получить возможность родить еще одного ребенка. Ну, мы с вами, кстати говоря, в прошлый раз обсуждали, что возраст деторождения, он сегодня увеличился, и как-то его ограничивать даже уже вот и... Невозможно, уже я бы сказала. ...врачи, да, не хотят. Но, тем не менее, наверное, после какого-то возраста все-таки можно было бы рекомендовать вот этот метод контрацепции? Вы знаете, наверное, да, наверное, все-таки, конечно, рождение... Ну, сложно назвать, где этот предел. Сложно назвать его... Ну, может быть, мы говорим о том, что после 45 лет женщина достигает следующего этапа своей зрелости, когда она начинает уже стремиться к менопаузе. И, конечно, после 45 лет, наверное, можно было бы рекомендовать этот метод контрацепции. Вообще, на основании закона о здоровье граждан право на хирургическую стерилизацию имеет любая женщина после 35 лет, родившая двух и более детей. То есть не каждое... Нельзя в 20 лет прийти и сказать, я хочу сделать хирургическую стерилизацию. Сейчас, к сожалению, появилось такое направление в мире child-free, то есть люди, которые вообще не хотят иметь детей. Так вот, закон Российской Федерации не дает право пациентке, будь она убежденная child-free по своим убеждениям, по своим психологическим каким-то особенностям, не дает ей право на хирургическую стерилизацию. То есть здесь еще и регулирование закона нужно предусмотреть, да? Да, то есть есть юридическая сторона медали, не только медицинская. Хорошо. Еще хотела бы, чтобы мы поговорили об экстренной контрацепции. Что это такое и как много возможностей ее? Да, экстренная контрацепция – тот метод, которым может воспользоваться женщина, у которой случился незащищенный половой акт. Она, конечно, ограничена по времени, то есть нельзя совершить незащищенный половой акт через две недели прийти и попробовать поговорить с доктором о контрацепции. То есть она ограничена во времени, ограничена 72 часами. То есть в течение трех дней женщина должна понять, что с ней произошло что-то, что может привести к нежелательным последствиям и обратиться к врачу. На самом деле здесь есть два вида гормональных препаратов, которые принимаются с целью коррекции этой ситуации, да, и они достаточно эффективны. Есть метод, который называется ЮСПЭ, и сейчас появились новые еще препараты. Метод ЮСПЭ достаточно старый, лет 20, наверное, может быть, и больше он известен в медицине. Он заключается в приеме больших доз гормональных препаратов. Здесь принимаются именно гормоны. А второй метод заключается в приеме антигормонов. Я специально не называю название препаратов, потому что это, наверное, этически было... Чтобы нас не обвинили, во-первых, в рекламных акциях. Да, не совсем было бы, да. Ни в коем случае. На самом деле эти препараты может рекомендовать врач. Но насколько часто можно пользоваться этим методом? Я думаю, что эти методы могут использоваться один-два раза в жизни, потому что дозы препаратов используются очень большие, и подобная ситуация должна стать поводом для подбора надежного метода контрацепции, постоянного. Очень, ну не знаю, очень, или просто многие супружеские пары, нежелающие обременять себя, может быть, какими-то лишними походами к врачу, финансовыми, может быть, тратами, используют ритмический или календарный метод. Что на сегодняшний день говорит медицина вообще о надежности данного метода? Надежность его, к сожалению, очень невысока. Его надежность, индекс Перля, очень высок. То есть из 100 пар, использующих данный метод, 25 беременеют. Одна четвертая часть. То есть эффективность метода не очень высока. Зависит от очень многих факторов, зависит от регулярности цикла, зависит от возраста женщины, потому что в достаточно юном возрасте, наоборот, в зрелом, вот этот вот опасный период, метод основан на чем? На подсчете овуляции плюс-минус 3-4 дня. Так вот, в зрелом возрасте, в юном возрасте овуляция может случиться как намного раньше этих подсчетов, так и намного позже. Плюс наша жизнь не стоит на месте, всякие стрессы, природные колебания, смены климата могут также повлиять на эту ситуацию, и овуляция может случиться не в середине цикла, как заведено это природой, не на 14-й день, а сместиться куда угодно, и эффективность календарного метода при этом резко падает. До сих пор почему-то существует мнение, что женщина не может забеременеть, пока она кормит ребенка грудью. Вы знаете, на самом деле, вот этот метод, он называется лактационная аминорея, во время лактации большинство женщин, у них не происходит менструальный цикл, но тоже эффективность этого метода очень низка. Современные женщины очень рано выходят на работу, количество кормлений снижается, они рано начинают давать какие-то прикормы. Все это зависит тоже от кратности кормлений. То есть, если женщина кормит ребенка одним только молоком, 6-7 раз в день, то уровень выработки ее собственного гормона пролактина действительно приводит к тому, что овуляция не происходит, менструальный цикл не происходит. Но основная опасность в этом методе, что овуляция, она, к сожалению, предшествует менструации. И женщина, не подозревая о том, что у нее восстановился менструальный цикл, уже может получить беременность. Так рождаются дети погодки, разница между которыми меньше года. Я не рекомендую этот метод использовать своим пациенткам в силу того, что он тоже не очень надежный. Продолжая тему мифов и минусов, что вы скажете по поводу мнения о том, что применение контрацептивов влияет на снижение полового влечения? Некоторые женщины жалуются на это. Да, это, к сожалению, имеет место быть. На самом деле, любой контрацептив очень сильно вмешивается в женский организм. Любая гормональная таблетка влияет на женский организм. И на самом деле, это проблема, с которой мы вынуждены бороться. Но я думаю, что любовь, теплота супружеских отношений, она способна это либидо поддерживать на нормальном уровне. И, как правило, обращаются с проблемой снижения либидо пациенты, в семьях которых все не совсем так. То есть, может быть, здесь есть проблема не только воздействия гормональных препаратов, но и какая-то психологическая проблема, которую мы привыкли списывать на гормональные препараты. Вот как-то исторически сложилось, что вопросами контрацепции должна озадачиться женщина. А вот ваше мнение? Если брать пару? Ну, конечно, супруг тоже. На самом деле, на сегодняшний день многие супружеские пары на прием приходят вместе. Я знаю очень многих мужей, своих пациенток. Они приходят на прием, сопровождая их во время беременности. И они даже принимают участие в обсуждении метода контрацепции. На самом деле, это хорошо. Во-первых, контрацепция, это должно быть обоюдное согласие. То есть оба партнера должны не хотеть в данный момент иметь детей. Почему бы и нет? Но контрацепция, как правило, касается в медицинском своем аспекте организма женщины, потому что беременность, она тоже возникает, продолжается, и роды, все происходит в женском организме. Поэтому, конечно, исторически это так и есть. А говорят, что уже есть разработки каких-то методов мужской контрацепции. Да, пока они носят научный характер. И единственный метод мужской контрацепции – это мужская хирургическая стерилизация. Он присутствует, и, к сожалению, очень маленькое количество мужчин готово к нему прибегнуть. Может, и не к сожалению, но, честно говоря, у меня достаточно богатая практика. Свою практику я вот на вскидку сказать, ну, где-то 3-4 мужчины встретились у мужья моих пациентов, которые подверглись этому методу контрацепции. То есть мужчины не торопятся использовать этот метод по той же самой причине, что он необратим. И еще раз вот какой вопрос по поводу грамотности, по поводу информированности. Все-таки вот кто, как, когда, кому должен это рассказать? Вы сейчас говорите, что дочки грамотнее, получается, чем их мамы. Получается, они должны мам просвещать. Как это должно в идеале быть? Ну, здесь очень сложно говорить об этом. Я когда-то участвовала в программе полового воспитания подростков. Я тогда работала в городе Новокойбышевске, участвовала в программе планирования семьи, когда мы говорили детям, школьникам 7-го класса, но еще не о контрацепции, а о том, как все происходит, как все устроено в их организме. То есть эта программа, она была направлена на информирование о том, как работает половая сфера. И что в результате этой работы может наступить беременность. И очень кратко, очень скромно касались вопросов контрацепции, о том, что в принципе есть какие-то методы. Насколько я владею информацией за рубежом, эти программы входят в школьную программу, но здесь все очень тонко. Тоже не хочется детям давать какую-то лишнюю информацию, которая может толкнуть их на раннее начало половой жизни. Поэтому это нужно очень профессионально подходить к решению этого вопроса. И информирование должно исходить, конечно, и из семьи. Самое плохое, наверное, когда этим информированием занимаются друзья и подруги. Лучше всегда это сделает профессионал. Мне очень приятно, когда ко мне на прием приводят мамы своих дочек, говоря о том, что пока они не замужем, пока они не ведут половую жизнь, но чтобы я им рассказала о том, какие бывают методы контрацепции. И, наверное, эти люди, когда возникнет необходимость в использовании методов контрацепции, тоже эти девочки придут на прием. И, конечно, профессионал, доктор всегда более правильно посоветует подбор методов контрацепции, тем подружка на лавочке. Ну, собственно, что вы и сделали сегодня. Большое спасибо, Светлана Ароновна, за ваши знания, которыми вы поделились. Наши прабабушки применяли средства, которые сегодня вызывают лишь улыбку или смех. Современным женщинам повезло больше. В настоящее время существует достаточно много разнообразных средств для предохранения от беременности. Поэтому лучше подумать об этом заблаговременно, чтобы не допустить такой физически и психологически травмирующей процедуры, как медицинский аборт. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова